В этом видео, ребята, я вам расскажу про кошелек TronLink для криптовалюты Tron. И прежде чем мы перейдем к самому кошельку, давайте перейдем на официальный сайт этого приложения. Приложение TronLink – это криптовалютный кошелек, где вы можете хранить свою криптовалюту Tron. На официальном сайте у нас предложены несколько вариантов. Мы будем рассматривать с вами именно вариант с Google Chrome. Для того, чтобы заинсталлировать это приложение, нажимаем на эту кнопочку. Далее, для того, чтобы заинсталлировать кошелек на ваш браузер Chrome, нажимаем на кнопку «Добавить». Далее нас спрашивают, хотим ли мы добавить. Нажимаем «Хотим». И вот и все. После этого у нас появилась такая вот иконочка Tron. которую мы в дальнейшем и будем создавать непосредственно кошелек. Далее, для того, чтобы создать криптовалютный кошелек, вам нужно нажать на эту иконочку. Нажимаем. Здесь на спросе «Указать пароль для вашего кошелька». Пароль должен быть таким сложным. Большие буквы, малые буквы, цифры и какой-нибудь символ. После этого, когда вы ввели два раза пароль, нажимаем кнопку «Продолжить». Далее у нас есть три варианта, как мы можем воспользоваться этим приложением. Первый вариант. Если вы имеете непосредственно физический кошелек Ledger, которым вы пользуетесь, вы также можете его сюда подключить. Следующий вариант. Если вы хотите восстановить кошелек TronLink или любой другой Tron, вы можете воспользоваться именно вот этой функцией для восстановления. Мы же с вами будем создавать новый кошелек для криптовалюты Tron. Нажимаем «Создать». Далее нам нужно указать название кошелька. Указываем Tron. После этого у нас появляется мнемофраза, которую нам нужно будет сохранить для дальнейшей работы. Мнемофраза – это очень важная часть в этом кошельке, так как при помощи этой мнемофразы вы можете в дальнейшем восстановить свой кошелек TronLink. Если, к примеру, у вас произошел какой-то форс-мажор, к примеру, сгорел компьютер, и вы не знаете как чего, то вы можете воспользоваться этой мнемофразой для того, чтобы восстановить свой кошелек. Так, давайте нажимаем «Продолжить». И здесь нужно повторить все те слова-мнемофразы для подтверждения и создания кошелька. Так, вводим все, что там у нас было написано. После того, когда вы ввели все слова, вам нужно будет подтвердить. Подтверждаем. И вот и все. У нас появился наш адрес для криптовалюты Tron. Здесь вы теперь можете хранить свою криптовалюту, также ее переправлять, получать. Для того, чтобы узнать свой адрес именно кошелька, вам нужно будет зайти на вот эту кнопочку «Receipt». Здесь вы видите свой адрес вашего кошелька. Для дальнейшего вы можете скопировать его и, соответственно, использовать. Если вы хотите переслать, к примеру, криптовалюту Tron, то вам нужно нажать на кнопочку «Send». Нажимаем «Send», указываем здесь адрес получателя и указываем количество Tron, который вы хотите переправить. После этого подтверждаем. Теперь давайте перейдем на официальную страницу Tronlink.org. Желательно скачивать именно с официальной страницы. Все вот эти вот кошельки – это очень важно. Поэтому ссылочка для вашего удобства будет находиться в описании. Здесь есть гиперссылочки для скачивания на ваши устройства. Например, мы видим то, что поддерживается для устройств Android, для устройств iOS. А также можно скачать просто для Google Chrome через Chrome Web Store. Это такое же расширение, как вот у меня. Сейчас мы перейдем по этой ссылочке. Видим, это интернет-магазин Chrome. Все официально. У меня он уже установлен, поэтому я привас его сейчас удалю и заново его установлю. И мы посмотрим, как вот производится вся вот эта вот операция. Итак, нажимаем «Установить», «Установить расширение». Видим, производится у нас проверка. Происходит скачивание. И тут у нас появляется это расширение. Теперь что мы делаем? Его закрепляем. Открываем. Здесь нам предлагается ввести пароли, чтобы создать учетную запись. Все достаточно стандартно. Я заново учетную запись создавать не собираюсь, потому что у меня уже есть кошелек. Мне просто нужно его восстановить. Для восстановления доступа я буду использовать бэкап-пароль. Итак, после того, как мы ввели пароли, мы видим, что у нас тут есть три такие кнопки. Create – это создать. Рекомендуется для новых пользователей, чтобы начать использовать Tronlink. Restore и Hardware. Ну, Hardware – это, видимо, для тех пользователей, у которых есть физическая флешка. И Restore – это для тех пользователей, у которых ранее был Tronlink кошелек, но они по какой-то причине его удалили. Например, как сейчас, я вам показываю, как его установить. Поэтому вы, если первый раз его устанавливаете, нажимаете на Create, идете по инструкциям полностью, как вам там пишется, так все и делаете. Я же здесь нажимаю на Restore. Здесь я должен буду ввести имя аккаунта, нажать на Continue и ввести бэкап-пароль, чтобы восстановить доступ к своему аккаунту. Вы снова видите мой кошелек. Это говорит о том, что я восстановил достаточно просто, быстро, буквально затратив секунд 20-30 доступ к своему кошельку. Поэтому перед тем, как вы заходите, например, в какие-то проекты, либо создаете какие-либо кошельки, я вам советую приготовить для начала ваш блокнот и записывать все данные, которые вам будут необходимы, во-первых, для захода в вашу систему, а также для восстановления. Советую прописывать, не лениться, все мнемонические фразы, все приватные ключи. Это вам в будущем очень сильно поможет, если вдруг вы забудете пароль. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому кошельку. Посмотрим, как он выглядит. Выглядит он достаточно аскетично. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Здесь указан, получается, адрес вашего кошелька. Он привязан к троновскому кошельку. Также здесь у нас есть кошелек OSDT отдельный. Это у нас технический доллар. Также есть BTT, но и другие сторонние монетки, которые, в принципе, можно отключить, чтобы они вам не мешали. Как, например, отправить страны? Нажимаем, во-первых, на TRX, на самом-кажем этот кошелечек. Чтобы отправить, мы нажимаем на Send. Здесь вы должны указать ваш аккаунт. Если у вас 2-3 и более аккаунта, вы выбираете тут аккаунты. У меня он один, поэтому мне выбирать не из чего. Дальше вы тут должны указать адрес кошелька, куда вы отправляете монетки. Дальше здесь вы выбираете токен именно. Ну, стоит по умолчанию TRX. Вы можете, допустим, отправить тизер, битарент, ну и так далее. Дальше вы указываете ту сумму, которую вы хотите отправить. И тут у вас будет указана комиссия. После того, как вы заполнили все, что вам нужно заполнить для отправки, вы нажимаете кнопочку Send. Все очень просто. Для того, чтобы получить монетки, нужно перейти на Receive и скопировать этот адрес. Мы как раз таки сейчас будем этот адрес копировать, для того, чтобы я смог вам продемонстрировать, как я буду покупать эти монетки. Монетки сейчас я буду покупать на BestChange. Как раз таки вот копирую адрес. Видим, копит. Дальше переходим на BestChange. Итак, видим, все тут в принципе очень просто. Что вы отдаете, что вы получаете. Здесь вы выбираете, с каких электронных денег вы готовы потратить для покупки той либо иной монетки. В нашем случае это Tron, TRX. Я хочу потратить деньги с PerfectMoney, USD. Также мы видим то, что здесь у нас Яндекс деньги, Kiwi рублей, Advanced Cash, Payer. Также есть интернет-банкинг. Можете отправиться в Сбербанк, Остинько, ВТБ. Также просто с карты Visa, MasterCard, USD, рубль, украинская гривня, казахстанский ТНГ. Также видим то, что можно еще расплатиться наличными деньгами. Но лично я это не использовал, пока не проверял. Так что мне рассказать про это нечего. Будем осуществлять нашу покупку с PerfectMoney. Итак, справа что мы получаем. Можем купить Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Zcash, Dash, DoggyCoin, Monero, Ripple. Нас интересует сейчас Tron. Вот как раз таки мы выбрали. Они у нас зафиксировались. Дальше. Есть у нас такой калькулятор. Мы проходим по нему. Выбираем, что мы хотим получить. Например, я хочу купить полторы тысячи тронов. Здесь выбираю «Учитывать комиссии» и нажимаю «Рассчитать». Здесь у нас указано, сколько я отдам. 27.45 долларов с PerfectMoney. Видим то, что курс у нас здесь различный на различных обменниках. Видим, что мы получаем. Видим, какой у обменника резерв. Наверное, сейчас буду пользоваться X-Change. Тут, конечно, курс немножко побольше. Но я понимаю то, что это более-менее надежный кошелек. И моя транзакция пройдет достаточно беспроблемно. Сразу на что мы обращаем внимание. Что здесь у нас есть поддержка. Чат. Он у нас онлайн 24 на 7. Можем задать свой вопрос, если вдруг что-то мы тут не понимаем. Либо что-то идет у нас не совсем гладко. Здесь мы должны прописать, сколько тронов мы хотим купить. Полтора тысячи тронов. Видим, сколько мы отдаем. 30 долларов 88 центов. Перепроверяем. Что-то у нас идет тут не так. 28.400. Почему у нас взимается дополнительная комиссия? Курс будет изменен. Честно говоря, мне это не особо устраивает. Поэтому, видите, в таких вот ситуациях сразу залазить и покупать монетки не стоит. Нужно потратить чуть больше времени, чтобы выбрать более-менее достойный обменник. Давайте тогда попробуем CryptoMoney. Что он из себя представляет. Посмотрим. CryptoMoney. Также мы видим то, что у нас есть онлайн поддержка. Рабочая причем. Здесь мы должны указать, сколько мы хотим получить тронов. Снова полторы тысячи тронов. Отдам 26 долларов 91 цент. Перепроверяем. Даже видится чуть поменьше, чем указано на BestChange. Поэтому такой вариант меня устраивает. Здесь я должен прописать кошелек PerfectMoney. Также здесь я должен прописать кошелек Trono. Показать личные данные. Это обязательно. Вам будет приходить сообщение, уведомление на вашу почту. Также вы можете отслеживать вашу транзакцию. И после того, как все данные будут введены, мы нажимаем обменять. Итак, сейчас я буду вводить все свои данные. После того, как вы ввели свои данные, я советую их еще раз перепроверить. А вдруг что-то пошло не так. Вдруг вы что-то не то скопировали. Вот, например, троновский кошелек. Переходим в ваше приложение. Видим, то ли у нас скопировалось. Я советую проверять первые и последние символы. То есть TCJS9. Да, это все так. Теперь посмотрим последние символы. D8B. Да, все совпадает. Поэтому мы ввели все правильно. Итак, сумму мы ввели. Адрес кошелька PerfectMoney ввели. Теперь нажимаем обменять. Видим, что идет обработка. Ваша заявка успешно создана. Итак, здесь мы видим, что мы отдаем, что мы получаем. Личные данные. Нажимаем галочку, что с правилом с RMSA ознакомлены, согласен. И дальше нажимаем создать заявку. Создается у нас заявка. Заявка успешно создана. Дальше мы переходим к оплате. Нажимаем перейти к оплате. Здесь нас перебрасывает на PerfectMoney. Нажимаем на кнопку «Сделать платеж». Здесь мы должны решить несложную капчу. Нажать «Просмотреть платеж» и подтвердить этот платеж. Я привязал также дополнительную защиту для своего кошелька PerfectMoney. Советую вам сделать то же самое. Если у вас будут возникать вопросы, то я вам расскажу, как это сделать наиболее быстро и без каких-либо трудностей. Заявка оплачена. Видим ID заявки. Советую не закрывать эту страничку, пока ваши деньги не поступят на ваш кошелек. И нам остается только ожидать. Тут, кстати, есть вот «Refresh». Такая вот кнопочка. Вы можете время времени обновлять и смотреть, поступили ваши деньги, либо нет. Итак, обмен у меня произошел успешно. Переходим в кошелек «Трон» и видим 1499.83 тронов. Мне только что прилетели на мой кошелек. Вот так, в принципе, и покупаются эти вот мои.